Девушки отдыхают 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 вас и через какую-то программу меняют ваши... Стой! Не по телефону. Хорошо. Скоро буду. Нет. Подожди. Нам с тобой надо поговорить наедине. Я буду ждать в Лапшичной в Джапантаун. Сейчас вышлю координаты. Окей. Сейчас приеду. КОНЕЦ 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 Притормози! Оставь меня спокойно! Рада, что ты выкроил время. Я не стою еще. Для меня твое слово. Может, сядешь? Пожалуйста. Спасибо, что приехал. Почему мы встречаемся здесь, а не у вас? Я должна тебе кое в чем признаться. Наедине. Не при Джеффе. Ну ладно. Говори. Я... Прости. Я немного нервничаю. Не могу собраться с мыслями. Мы же вроде виделись совсем недавно. Что-то случилось за это время? Нет. Ну, то есть случилось, но довольно давно. Это долгая история. Я просто не знаю, как тебе рассказать, с чего начать. так. Ну, что в церкви будет с нами? Это世, о которой ты остался ты… Раз, я诚ais… Совсем другую музыку. Вот, однажды я предложила ему сходить на могилу брата. А он сказал, что он единственный ребенок. Тогда я начала понимать, что происходит что-то плохое. Что-то ненормальное. И не только с Джеффом. Ага. Ты тоже начала меняться? Через некоторое время. Друзья несколько раз говорили мне, что я веду себя странно. Даже представить трудно. Да вообще. В такие минуты перестаешь понимать, что реально, а что нет. То есть ты знала, что я могу обнаружить все это время? Я знала, что нас меняют. Но не знала, кто, как и зачем. Это потайная комната в нашей квартире. Что с ней? Я уверена, что знала о ней, но потом почему-то забыла. По-моему, это страшно. Ты Джеффу что-нибудь говорила? Я пыталась, но он каждый раз просто смеялся. Ему кажется, что я все выдумываю. Он как-то вспоминал курорт, на котором, клянусь, мы никогда не были. Ты знаешь, как он его подробно описывал? Я... я почти ему поверила. А ты не могла забыть? Вдруг тебе этот курорт стерли из памяти. Черт, я уже ни в чем не уверена. Ты понимаешь? Мне кажется, у этой истории есть продолжение. Как-то ночью я увидела в доме человека. Он возился с мониторами. Но я тогда уже была в таком состоянии, что не знала, верить мне своим глазам. И ты ничего не сделала? Я не помню, что было дальше. Утром я пошла поговорить с охраной. Дай-ка я угадаю. На камерах ничего не было. Охранник сказал, что мне все это просто приснилось. Он же сразу показал мне запись. Я подумала, что, наверное, схожу с ума. На следующий день мне позвонили. Кто это был? Не знаю. Кто-то из них. Тот, кто говорил, изменил голос. И тем более не представился. Тебе угрожали? Чем-то тебя шантажировали? Мне сказали, что я хожу по тонкому льду. Что с Джеффом может произойти несчастный случай. А потом запись разговора отовсюду стерли. Будто его никогда и не было. Я умоляю тебя, Ви. Джефферсон не должен об этом узнать. Никогда. Я не хочу его потерять. Ты знала, откуда взялся чужак, Лис. Но все равно водила меня за нос. У меня не было выбора. Я не знала, что делать. Нет, Лис. Ты хотела, чтобы все шло как идет, потому что тебе это выгодно. Выгодно? Еще бы. У тебя прекрасная жизнь, известный муж. Ты ни в чем не нуждаешься. Думаешь, я так хорошо живу? Ты понятия не имеешь, каково мне приходится. А может, ты так говоришь, потому что тебя запрограммировали? Просто покорно воспроизводишь то, что кто-то вложил в твою голову. Неважно. Я люблю своего мужа и хочу, чтобы он был здоров и счастлив. Или им выгодно, что бы ты хотела. Знаешь, что сделает Джефф, если ты ему все расскажешь? Я тебе скажу, он полезет разбираться. Нельзя, чтобы он узнал. Это... это его уничтожит. Ты думаешь, если я все расскажу Джеффу, он начнет войну и проиграет? Я не думаю, я знаю. У Джеффа бойцовский дух. Как был, так и остался. Он погибнет в этом бою. Как мы это обставим? Я скажу Джеффу, что ССБ нанял его соперник. Холд, тебе надо просто это подтвердить. А если я не соглашусь? Что ж, решай сам. Только помни, с тем, что случится, жить потом не тебе. Да ладно. Ты правда уволишь охрану? После того, как тебе угрожали? Это будет очень смело. То, что с нами делают, это одно. А потайная комната, это совсем другое. Я не позволю, чтобы кто-то смотрел на нас, когда мы спим. Не хочу, чтобы за мной шпионили в моем доме. Да какая вообще разница, где? С тем, что будет делать ССБ, я разберусь сама. А тебя я просто прошу не вмешивать во все это, Джефферсон. Я добавлю в график Джеффа встречу в парке примирения. Он будет ждать. Возможно, завтра я уже не вспомню об этом разговоре. Поэтому не забудь, пожалуйста, о чем я тебя просила. Не забуду. Большего пообещать не могу. До свидания. Вот уж пиздец так пиздец. Не хотел бы я быть на ее месте. Кстати, о птичках. Наложение воспоминаний, смена личности. Ничего не напоминает? По крайней мере, мы знаем, что нам грозит. Вообще никакого сравнения. Ты же сам видел. Эти люди специально меняют их мысли и воспоминания. Ага. Превратили Пиралиса в какую-то киберкуклу. И еще в мое время люди боялись, что с ними такое сделают. Изменение когнитивных паттернов. Удаленная нейроперестройка. Проще говоря, манипулирование. Самое главное, что оно идет незаметно. Через сигналы от телевизора, колебания электрической зубной щетки. Не прикопаешься. Что бы ты сделал на моем месте? За всем этим стоят редкостные скоты. Кто-то должен с ними разобраться. Даже ценой жизни Пиралисов? Хер знает, что выкинет мэр, которым вертят какие-то говноеды. Ну да, ты можешь поставить под угрозу их жизни. А можешь не поставить. Трудный выбор, Ви. Рада, что ты выкрил время. Что там в большом мире? Помогите, Шори! Продолжение следует... 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 Ну, что думаешь? Мне кажется, что за этим стоят не люди, а пришельцы. Очень смешно. Когда тебя еще на свете не было, все боялись диких эскинов, которые рыщут по киберпространству. То есть, не пришельцы? Не важно кто. Главное, что этот мужик поднял брошенную перчатку. Наш человек. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Ты Тебя ДимаTorzok Продолжение следует... 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 Продолжение следует...